Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе? На дурацкую присказку о мушкетёрах? Ничего. Мы ещё поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Пошёл! Отставить! Это у нас так. Перегибы на места. Не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить. И ты теперь под арестом. Но с другой стороны, всё может обернуться. Очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьёт ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр. Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло! Как всё закрутилось! Слушай, Артём, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Пошёл! Здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Муж-ки-теры! Один со всех, а все со одного. А вот у товарищей из Орден, и с другой. Всё для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артём. И мы к ней готовимся. У нас сила! Здравия желаю, товарищ генерал. Товарищ Морозов? Рад. Рад. Я думал, вы пропали. Смертью храбрых. Был в плену, Числав Андреевич. Вот, Рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже обмены? Рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артём. Доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли Д6, и потом он отличился. Во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артём. Думаю, нам есть, что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен бедностями и сразу перейдём к делу. Ах, известная вам мутанты-телепаты Чёрная представляет огромный научный интерес. Вы расскажете всё, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу. В вашем же ордене. Но на меня. Будем как мушкетёры. Один за всех и все за... генеральный секретарь ЦК КПМ товарищ Москвин. Числан, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции? Хм, отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались наставить все эти ваши сыворотки правды. Хитрые машинки пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай всё, что знаешь про Д6. На! Молчишь? Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что, когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет. Сучоныш, власти без крови не бывает. Бывает. Твой брат правил без крови и его до сих пор любят. Стоять, стоять, я сказал. Вы делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Вернись, я сказал! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежны и испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция и вы все расскажете. Субтитры делал DimaTorzok Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с Черным что делать? Да. Черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и... И рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют. Чем как папаша. Родного брата. А вы... Вы там, если выберетесь. Ну, живите. Вот. Давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все... Ну, удачи. Наконец-то. Садись, Чуслан. Говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава. А информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис. И ганза. И даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим. А война все равно неизбежна. Неизбежна. Знаешь, я и Политбюро сомневаются. Сомнение — признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне. Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права! Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом. И после его безвременной кончины, кинзек, вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты... Не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Тщеслав, достоит вообще это чертово метро, всей кровищи, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления не встретят сопротивление. Потом зачистка. Смирно, товарищ генерал. Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае и только на кодированной частоте. В случае контратаки противника объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, адж генерал. Ну, удачи, Орлы. Слушал. Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал, что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно, информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Субтитры сделал D-8. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok